Настала пора попаститься, долгий пост вызывает дикую скуку, но все меняется, когда к делу приступает фантазия, вот и сейчас пришлось вспомнить, как приготовить гречку по-монастырски. Каша по-монастырски у нас постная, зато очень вкусная и питательная. Гречка является одной из самых полезных круп, я бы вообще поместила ее на первое место по усваиваемости и полезным свойствам, а грибы, кстати, не уступают, они и на мясо похожи, и не соя, а настоящий живой продукт. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Хорошенько промоем гречневую крупу в чуть теплой воде, замочим на полчаса, а пока промоем и очистим грибы от пленки и темных пятнышек. Подготовим репчатый лук, нарежем кубиками и отправим на разогретую сковородку, долив подсолнечного масла, обжарим лучок до мягкого состояния. Нарезаем грибочки, отправляем их обжариваться к луку, досыпаем размоченную бречневую крупу и обжариваем вместе с луком и грибами, доливаем водой и тушим до готовности. Ну вот, через полчаса каша готова, можно к ней подать малосольных огурчиков и другие соленья, кушайте в горячем виде, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки! А теперь ингредиенты Гречневая крупа, полтора стакана, грибы, 200 грамм, лук репчатый, 1-2 штук, масло растительное, 5 столовых ложек, вода, 4 стакана, соль, перец, специи, по вкусу, количество порций, 4-6 Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Люблю вас, друзья, жду снова!